Соф-Элмаш инжиниринговая компания работающая в сфере разработки и модернизации инновационных энергоэффективных электродвигателей на основе технологии Славянка. В России и за рубежом уже работают более 100 тысяч модернизированных двигателей. Ведется строительство по КТБ Соф-Элмаш площадью 17 тысяч квадратных метров. Стройка началась в первом квартале 2020 года. На официальном сайте представлены все разрешительные документы, а также документы проверок госструктур. Компания Соф-Элмаш получила признание не только в России, но и за рубежом, в частности Китай, Таиланд, Вьетнам, Индия и многие другие. Разработки компании сегодня актуальны как никогда. Это означает, что разработки КБ очень востребованы и принесут большую прибыль всем совладельцам компании. КБ строится без участия государственных средств. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию второй квартал 2023 года. Возможность дешево купить доли компании после запуска КБ больше не будет. Вы можете прямо сейчас стать совладельцем крупной компании, перейдя по ссылке в описании. Если вы хотите удачно и с минимальными рисками инвестировать и увеличить свой капитал, регистрируйтесь по ссылке в описании к ролику. Ваши доли станут акциями в одном из перспективных технологических проектов России. Контакты для консультации в личном кабинете после регистрации. На просторах России протекают свыше 2 миллионов рек. Дороги, а тем более пробки, утомительны для любого, кто ценит свое время. Развитие инфраструктуры не стоит на месте. Ежегодно в стране возводят по несколько десятков крупных мостов. Давайте рассмотрим 7 крупнейших мостов, которые сейчас строят в России и один огромный туннель. В Новосибирске закончат строительство 4-го моста через реку Обь к сентябрю 2023 года. Сейчас мост носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и сократит время проезда на 30%. Благодаря новому мосту будут обеспечены выходы на федеральные трассы Байкал, Чуйский тракт и Сибирь, что снизит загруженность существующих мостов на 20%. Высота пилонов, то есть опор моста, выстроенных в виде буквы «Н», превышает 60 метров. Длина сооружения составляет 1,5 километра, а ширина по три полосы в каждую сторону. Главгосэкспертиза согласовала экономически выгодный проект моста через реку Каму. Поскольку нынешняя дорога идет через плотину Нижнекамской ГЭС и фактически через город набережной Челны, она создает высокую плотность движения. Пресс-служба ФКУ Волговятск-Управтодор сообщает, цитирую, длина русловой части моста 792 метра, высота русловых опор 50 метров. Мост длиной 1,3 километра возведут на участке трассы М7, который является частью скоростного маршрута Москва-Казань-Екатеринбург. Путь от Москвы до Казани около 650 километров. Можно будет преодолеть в два раза быстрее благодаря новой трассе М12. Она будет включать в себя новый мост через Волгу длиной 3,4 километра. Мост располагается в 25 километрах к югу от Казани. Его планируют закончить одновременно со строительством трассы М12, то есть к 2024 году. Новая трасса обогнет Казань с юга, неподалеку от аэропорта, в отличие от старой М7, которая огибает город с севера. Это принесет значимые макроэкономические выгоды. Долгожданный мост длиной чуть больше 3 километров с двумя полосами движения свяжет восточную Сибирь с портами Охотского моря. Протяженность трассы составит 5000 километров от Иркутска до Магадана. Транспортная магистраль образует северный широтный экономический пояс России, значение которого для государства неоценимо. По словам заместителя председателя правительства республики Саха, цитирую, «Ленский мост соединит регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, а это более четверти всей территории России. Он свяжет три федеральных и пять региональных автодорог – Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Строительство мостового перехода увеличит круглогодичную транспортную доступность населения с 21 до 70 процентов. Единственная недостающая часть трассы М11 – это мост через Волгу. Новый маршрут предполагает сокращение времени в пути с 6 до 5 часов между Москвой и Питером. Трехполосной 750-метровый мост позволит создать полноценный северный объезд Твери, снизив транзитный поток через город до минимума к концу 2023 года. В Ростовской области продолжается строительство нового моста через реку Дон протяженностью 1,8 км. Проект получится весьма резонансным. В частности, обсуждается целесообразность шестиполосного моста, который будет эксплуатироваться на платной основе. По плану, новый участок трассы М4 будет достроен в 2023 году. Специалисты убеждены, что постройка улучшит ситуацию на дорогах Ростова-на-Дону и положительно скажется на безопасности дорожного движения во всем южном регионе. Во Владимирской области на берегах реки Аки полным ходом трудятся строители над возведением нового моста под Муромом, относящегося к скоростной трассе Москва-Казань М12. Вантовый мост длиной 1,3 км будет стоять на 17 опорах. Его строительство планируют завершить к маю 2023 года. Длина центрального пролета составит 254 метра. Транспортную инфраструктуру можно сравнить с кровеносной системой государства, которая подведена к промышленным центрам страны. Ее значение для экономики невозможно переоценить. Масштабные инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуют в России, не только обеспечивают рабочие места и заказами предприятия, но и служат залогом процветания государства на долгие десятилетия. Также в России строят туннели. В 2014 году президент и правительство России поручили РЖД качественно улучшить железнодорожную связь центра и Дальнего Востока. В ответ на задание РЖД сформировали проект расширения восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. Железнодорожники собираются провести целый комплекс мероприятий для модернизации основных железнодорожных артерий страны. В 2021 году в прямом эфире президенту было доложено о сдаче холдингом одного из объектов проекта нового Байкальского туннеля, который увеличит пропускную способность участка Байкало-Амурской магистрали в 2,5 раза. Бороться с естественной водной преградой в виде озера Байкал власти хотели дешево и сердито. По мнению некоторых специалистов, выгоднее было добираться через озеро вплавь, а именно перевозить на пароме ледоколе тяжелые поездные вагоны и паровозы прямо по водам Байкала. К 17 июля 1900 года выполнение так называемого экономически выгодного проекта в кавычках властей, к слову стоившего неподъемных по тем меркам 15 миллионов рублей, завершилось и ледокол Байкал вышел в свой первый 72-километровый рейс. Однако через несколько месяцев Байкал потерпел бедствие и надолго вышел из эксплуатации. Последующие попытки пустить новый паром ледокол оканчивались тем, что перед суровым толстым байкальским льдом становился бессильным любой корабль. Подрядчики даже пытались наладить перевозку прямо по льду с помощью лошадиных упряжек, но и этот эксперимент показал, что нет ничего надежнее железной дороги. Подключить Дальний Восток главной железнодорожной артерии страны стало делом всеимперским. Перебой в транспортировке смогла разрешить Кругобайкальская железная дорога КБЖД, которая была и остается одной из самых сложных и живописных частей Трансибирской магистрали. Строительство этого участка началось в 1901 году. В прокладку путей было вложено 65 миллионов рублей. Стоимость стройки была баснословно высокой. Это объясняется тем, что из-за сложности рельефа железнодорожные работы были невероятно сложны, требовали грубой силы и терпения. Несмотря на сложности, всего за 8 лет по берегу Байкала проложили железную дорогу, которая стала сочетанием высокой архитектурной и инженерной мысли. Было построено множество мостов, противообвальных галерей, подборных стен и 39 тоннелей. Однако даже такая филигранная работа не была примером стабильности. На путях очень часто случались обвалы, а в скалах образовывались трещины. Уже в 1949 году железнодорожники попытались проложить дорогу по обходному участку. Однако спустя год он был затоплен Иркутской ГЭС и КБЖД оказалась в тени. Потребность железнодорожной связи с Дальним Востоком с годами только крепла. Страна испытывала необходимость в транспортировке природных ресурсов и безопасного способа переброски войск на отдаленной территории страны. Параллельно Транссибу было принято решение проложить новую магистраль Байкало-Амурскую. Проект БАМа считается одним из самых грандиозных явлений не только отечественной, но и мировой истории. При Советском Союзе было проложено 4287 метров железных дорог. Уже в 1989 году дорога была отдана в эксплуатацию Министерству путей, а к 2003 году окончательно завершена. Одной из причин такого долгого строительства стала работа над одной из главных изюминок БАМа – 15-километрового Северомуйского туннеля. Также приумножает величие магистрали четыре мысовых, байкальские и кадорские туннели. К слову, в 2014 году было решено достроить еще один. О провозной мощности великой и могучей магистрали ходили легенды. Несмотря на сложное для страны время, грузооборот вновь подскочил до рекордных цифр, поэтому модернизация была как никогда актуальна. В 2014 году власти России приняли решение о продолжении стройки века. В планах РЖД прокладка второй ветки венциносного БАМа, которая увеличит провозную способность магистрали. Строительство БАМа-2.0, пожалуй, сравнится с оригинальным проектом. Новый путь обойдется в 800 миллиардов рублей, а в обширном фронте работ задействованы военные путейцы и специалисты РЖД. Однако особенно эту стройку делают не длинные сметы, а второй байкальский туннель. Новый туннель считается одним из крупнейших искусственных сооружений в России. Открытие второго байкальского туннеля увеличит пропускную способность с 17 до 85 пар поездов в сутки, а провозную с 13 до 32 миллионов тонн грузов в год. Именно об этом амбициозном решении было рассказано президенту Владимиру Путину, а в 2021 году он поучаствовал в запуске железнодорожного движения по новому участку в режиме видеоконференции. Потенциал БАМа неоспорим. Правительство России планирует к 2024 году нарастить провозную мощность до 184 миллионов тонн и построить еще один северомуйский туннель протяженностью 15 километров. Подобная активная вовлеченность в судьбу восточного полигона появилась неспроста. С увеличением добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке необходимо обеспечивать качественную логистику, повышать надежность путей и увеличить возможность транспортировки как можно большего количества грузов. Друзья, рекомендую вам подписаться на наши сообщества ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.